Шалом вам хату, граждане! Значит, хочу рассказать, что происходит в Израиле с людьми, которые не хотят стать подопытными кроликами, вот, которые мужественно отстаивают свои права. Таких людей, слава Богу, есть в Израиле. Один из таких людей это мой муж. Значит, как вы знаете, как я не раз рассказывала, он работает в больнице, рамом. Значит, я уже рассказывала, что его вызывали Лессихайта, называется на разговор. Это как предупреждение, да? Значит, вызывали на разговор с целью выяснить его частные данные. Он отказался их давать, потому что по закону Израиля свои частные данные, что касается учимы в Ритре Фуайта, медицина, да, запрещено давать. Кому бы то ни было, это нарушение всех законов, он не дал. После чего его вызвали уже нашему, это разговор с вещами истанциями, понимаете? С вещим руководством. Значит, на этом вещем руководстве от него ничего не добились. Также он пришел не сам, он пришел со своим адвокатом, которому мы заплатили, естественно, деньги. Адвокаты бесплатно не работают, как вы понимаете, они тоже, людям надо кушать. Это не дешевое удовольствие. Хочу сразу сказать тем, кто будет бороться за свои права, так же, как и мы, которые не захотят играть в игрушки с государством и жить по их навязываниям и по их фашистскому, нацистскому режиму. На всякий случай я сразу прощаюсь с вами, потому что если на этот ролик прилетит страйк, то как бы этого канала тоже не будет. Вот, поэтому я размещу и под роликами предыдущими первым сообщением. В сообщениях закреплена ссылка моего другого нового канала, резервного. Я их буду открывать, надо 20 штук открою. Вот, значит, после Шимуа ему сказали, что подумают, конечно же, все это время мой муж дико нервничал, ну, как все нормальные люди, потому что по одной причине, потому что он обеспечитель нашей семьи, то есть он обеспечивает, он мужчина, вот, он обеспечивает наш быт. Вот, конечно же, это стоило и нервов, и седых волос, и так далее, как и у всех людей. Значит, после Шимуа сказали ему, что мы подумаем, что с тобой делать дальше, теперь опция такая, либо ты вдавливаешь себе яд, либо ты делаешь палки-ковырялки, то есть тебе засовывают их, да. Теперь, чтобы было понятно, палки-ковырялки не дают никакого ответа. То есть эти палки-ковырялки, они не, как бы так сказать, чтобы этот ролик хотя бы 3 часа продержался на канале. То есть когда делали проверки манго, оливкам, курице и барану, то баран был, как бы, весь в зеленых соплях, вы понимаете, и манго тоже было все в зеленых соплях, понимаете. Вот палка-ковырялка оказалась положительная на банане, на еще чем-то. То есть вы понимаете, да, как это работает. Теперь, знаете, что самое удивительное? В самом начале зелен-сопэлс, когда Мишка начала вдруг разгуливать, когда нам начали это впаривать, да, то в самом начале, как бы, не было никаких потребностей в палках-ковырялках, вы понимаете. А тут что-то, когда вдруг все в Израиле стали счастливыми, и здоровыми, понимаете, вдруг это резко вот так вот такое вот подавление такое началось. Китсур, без объявления войны, моего мужа вызвали сегодня, вернее, он получил письмо, в котором было написано, что его отправляют в неоплачиваемый отпуск, то есть в отпуск за свой счет. Теперь для тех, кто не живет в Израиле и не знает, как здесь работает, халат, это называется на иврите, это неоплачиваемый отпуск. То есть ты идешь и сидишь, то есть тебя не уволили, но ты сидишь за свой счет. Теперь, поскольку ты не уволен, ты в подвешенном состоянии, потому что если ты уволен, ты можешь получать пособие по безработице, и также, если ты отработал какое-то количество времени на работе, все время, то, вот, например, ты отработал 10 лет, да, последние две зарплаты у тебя были 10 тысяч шекелей, например, да, то есть тебе должны выплатить компенсацию, это называется пиццуим, последняя зарплата каждый год как одна заработная плата, то есть получается за 10 лет зарплата 10 тысяч, это 100 тысяч шекелей тебе должны выплатить в случае, если тебя увольняют. Не в случае, когда ты увольняешься сам по своему желанию, в случае, когда тебя увольняют. Так вот, Лешу не уволили, чтобы не платить эту самую компенсацию, его отправили в неоплачиваемый отпуск. Теперь, по закону Израиля, человек, который работает, у него накапливаются выходные, то есть, например, мой муж не брал долгосрочные отпуски, например, там на неделю, на две, на три, и у него накопились вот эти самые отпуски неизрасходованные, в общем-то, он мог бы уйти, а эти отпуски оплачиваются работодателем, и у него накопилось этих отпусков на три месяца, и он сказал, раз вы отправляете мне оплачиваемый, дайте мне мой отпуск, который я заработал, ему сказали, вот, ты будешь сидеть без воды, без еды, без ничего, ты, мы просто тебя отправляем, то есть, мы тебя не увольняем, потому что пиццу им надо платить, мы тебе не даем отпуски, которые ты заработал, мы тебе просто показываем свою силу, мы берем закон в свои руки, вот, естественно, мы будем, опять-таки обратились к адвокату, адвокат нам дал советы, как мы должны себя вести дальше, дальше, ребята, все как у всех, то есть, смотрите, если бы мой муж принял их правила игры, то есть, позволил бы каждую неделю засовывать себе палки-ковырялки, то он бы мог работать, если бы он на это согласился на палки-ковырялки, но поскольку он отказался от палок-ковырялок, то ему сказали, мы желаем счастья вам, жить будешь, знаете, супчик худенький, но питательный, будешь худенький, но старательный, как-то так, вот, а в это время показывают на весь мир прекрасную картинку, как в Израиле все открывается, люди счастливы, люди здоровы, люди гуляют, отдыхают, но никто не знает, что на самом деле происходит внутри Израиля, концлагерь, вот, теперь скажите, у меня к вам вопрос, вот, к людям, которые до сих пор верят нашему нацистскому правительству, у меня к вам логичный вопрос, если, например, почему наша государство, вы помните историю, я расскажу сейчас страшную историю, вопрос, я задам такой, знаете, всеобъемлющий такой, вот, разверну его, так вот, вопрос у меня такой, из как Саидани, чтобы ему было рифуа шлема, ве ахлома, мейра, амен ве амен, чтобы ему было быстрейшего и скорейшего выздоровления, Ицхак Саидани, мальчик, которому 26 лет, который был на войне, которая называется Цуки Тан, в 2014 году, этот мальчик видел, как его друзья горели в танке, слышал их предсмертные крики и ничего не мог сделать, у него посттравма, он своими руками, мальчик не убийца, но он убивал, вот, потому что он защищал свою страну, и тех говнюков, которые отказались принять, что у него посттравма, что он инвалид, и отказались ему платить пособие. Накануне дня памяти, павшим за Израиль, мальчик облился бензином и поджег, сегодня он в критическом состоянии, лежит в больнице. Когда его увидела мать, ее, когда впустили в реанимацию, через несколько дней, она увидела своего сына и потеряла сознание, можете представить себе, в каком состоянии находится мальчик. Так вот, государство, которому плевать на этого мальчика, который воевал за эту страну, государство, которому плевать на пенсионеров, например, да, Ницулей Шуа, то есть на, государство, которому плевать на, не знаю, на положение тяжелой материи, одиночек и так далее, вдруг резко заботилось вашим гражданин здоровьем. Вам не кажется это странным? На всякий случай, еще раз прощаюсь с этим каналом, да, переходите на следующий канал, вот, да, вам не кажется это вот такой вот озабоченность, еще один момент, за намордники мы платили свои деньги, и помните, в самом начале они стоили бешеных денег, и что-то сейчас даже готовы платить, чтобы вы ввели в себя яд, даже готовы платить, и в некоторых странах платят, и сегодня я читала, по 40 долларов платят, по 50, у нас тут пивом, плюшками заманивают и так далее, в Германии сейчас начинают заманивать тем, что скидки, там льготы всякие и так далее, вам не кажется странным такой повышенный интерес к нашему граждане здоровья, вот включите мозги, вот почему вы не включаете критическое мышление, вот Игорь Миллиончик, например, почему, Натан Фром Хайфа, кстати, я тебя заблокировала, да, почему вы не включаете мышление, да, критическое, почему вдруг такая започенность, да, у нас инвалиды, сколько перекрывали дороги, с флагами макали, дороги перекрывали, кстати, сегодня инвалиды Цааля, армии обороны Израиля, пытались прорваться в КНЕС, не знаю, чем дело кончилось, но несколько сотен инвалидов Цааля пытались прорваться, да, так вот, задайте себе этот вопрос и попытайтесь на него найти ответ, кстати, сегодня я смотрела Ицхака Амнона, который все время вставляет нарезки того, что говорил своим поганым ртом Биба Натальяву, он говорит, мы стоим на пороге седерулями, нового, нового мира, да, нового мирового порядка, вот, он своим ртом это сказал, он говорит, мы привезем сюда технологии, новые чипы, и спробуем на детей, он своим ртом это сказал, включайте критическое мышление, да, теперь, сегодня же я смотрела Ицхака Амнона, который показывал нарезку, когда Биба выступал в ООН, вот, и очень был озабочен большой перенаселенностью и Израиля, и всего мира, и он пообещал в ООН клятвенно, что он будет решать эту проблему, то есть то, что наши харидим рожают, и другие рожают, да, это большая проблема, вы знаете, что среднестатистическая израильская семья это минимум трое детей, минимум, да, это среднестатистическая, я не имею ввиду русский сектор, те, которые приехали из Советского Союза, мы первое колено здесь, первое, не колено, первый дор, первое поколение здесь, и нам немножко было тяжелее, чем всем, мы приехали в 90-х, не было возможности рожать много, вот, поэтому мы немножко за чертой, в отличие от тех же эфиопов, например, это отдельная тема, да, все израильтяне рожают, минимум, это среднестатистическая израильская семья, и Биба был озабочен, что это именно так, он сказал это своим ртом, зайдите, пожалуйста, наберите в поисковики, израильтяне, да, и просто посмотрите, то, что он, это не то, что он говорит, или он услышал, он реально вставляет куски, где Биба стоит на трибуне, и говорит все то, что я вам сейчас рассказываю, про сокращение населения, в Израиле, что у нас здесь переполнено, что мы растем, не по дням, а по часам, и кстати, две недели назад были новости, мы религиозным урежем кицвод елодеим, то есть дотации на детей, чтобы они меньше рожали, вы понимаете, чем они озабочены, вот тебе, вот вам седору ламия хадаш, новая глобальная, этот, как его, мировой порядок, включайте мозги, кролики, дальше, значит, первого числа должен был закончиться тавья рок, то есть нацистский паспорт зеленого цвета, причем, почему-то зеленый цвет, то есть ислама чума, она зеленого цвета, да, то есть у них знамя зеленые, и что-то у нас паспорта именно зеленые, не белые, не голубые, а именно зеленые, и форма у нацистов была зеленая, между прочим, да, он должен был закончиться первого мая, знаете, что сделали в КНЕС, это они задним числом от 26.04, то есть от 24 апреля вроде как постановили, хотя этого постановления не было, они его записали задним числом, проголосовало 3 человека, на заседании их было 5, из 120 хавра и КНЕС, из 120 депутатов на заседании было 5, трое проголосовали за, и знаете, до какого числа продлили, до 31 декабря продлили этот драконовский и нацистский паспорт, то есть это говорит о том, что такие люди, как я, как евреи в Германии с желтой звездой, мы не можем ходить по тротуарам, мы не можем ездить, мы не можем ходить, мы не можем кушать, мы не можем работать, мы не можем зарабатывать, мы ничего не можем. Вот это правда на самом деле, что происходит в Израиле, ту радужную картинку, показывающую в другом мире, как мы быстренько вышли из лох, даунов, да, и так далее, благодаря чудодейственному зелью ядовитому, мы все выходили в fucking bullshit, и еще один момент, у нас есть независимый журналист, его зовут Эльям Маршак, да, он ведет стримы, прямые эфиры на иврите, он русскоговорящий, но он на иврите разговаривает, русскоязычный, русский, не русский, а, он давно в стране, но он по-русски тоже говорит, но он ведет на иврите, так вот, тем, кто слышит на иврите, понимает на иврите, просто посмотрите его стримы, так вот, наши адвокаты и пинки, доктор Пинки, все время забываю его фамилию, вот, значит, они создали сайт для пострадавших от этого насилия, от впрыскивания яда в свое тело, то есть, побочки и те, кто уже в мире ином, да, и нужно сказать, что за маленький период времени, когда началось ядоукалывание, да, в Израиле уже более двух тысяч смертей, опять я с вами прощаюсь, ребята, с этим каналом тоже, потому что я так чувствую, что страйк прилетит и быстро, вот, и кроме того, побочек более 18 тысяч, это только те, кто о себе заявили, физические лица пришли и сказали, я такой-то, такой-то, живу там-то, там-то, я до впрыскивания получил тогда-то, тогда-то, побочка такая-то, такая-то, а сколько тех, которые не знают про этот сайт, и о себе не заявили, а сколько тех, которые ушли в мир иной, и их родственники, просто не зная об этом сайте, не заявили, то есть, можете себе представить приблизительную статистику, о которой в мире не говорят, и о которой в Израиле не говорят, и это факты, вот так вот, и так же в мире не говорят о таких, как мой муж, который приобрели седые волосы, потому что он ждал с ужасом, и сиха, вот этот разговор, когда к нему послали, вот этого вот, поговорить с ним, выведать у него секретную информацию, а потом его подняли на высокие отношения, да, на Шимуа, да, что он переживал в этот момент, и когда ему сегодня принесли это письмо, надо было видеть его лицо, с которым он вернулся домой, кормилец, которого решили зарплаты, которые обеспечивают всю семью и весь дом, и его этого лишили только на основании того, что он отказался быть ядоуколотым, понимаете, то есть, и он такой не один, теперь для того, чтобы заплатить адвокату, нужно 8 тысяч шекелей, поскольку человек потерял заработок, и вот те накопления, которые есть, нужно оплачивать квартиру, коммунальные услуги, которые, как вы знаете, у нас только земельный налог, чего стоит, да, как вы знаете, они не маленькие, вот, я потеряла работу во время короны, в том смысле, что я была в локдаунах, и ко мне не приходили люди, и сейчас, поскольку люди оказались в такой же ситуации, их тоже держали в локдаунах, тупо нет денег ко мне приходить, и я практически тоже потеряла заработок, то есть, мы остались, вот так вот мы остались, и не только мы, да, и не только мы, и тем не менее, мы не сдаемся, мы идем до конца, и ему можно было бы принять правила игры нацистского правительства, и сказать, окей, ковыряйтесь мне, кстати, что касается ковырялок, если вы подкроете коробку, и посмотрите, что на нее написано, а на ней написано, хомер месартен, хомер это вещество, месартен, это рак, да, то есть, хомер, который вызывает раковые, предрасположенные, как там, да, зал, и она опасная хрень, вот, это помимо того, что оно не дает 100% результата, даже 50% результата оно не дает, так вот, мы могли бы поиграть с ними в эти игрушки, да, и сказать, окей, ради того, чтобы не потерять заработок, мы согласимся, вот, но на семейном совете мы порешали, что мы не будем сдаваться, и что мы будем идти до конца, мы найдем где-то эти деньги, поскребем по сусекам, как говорится, и так далее, как мы будем потом жить, честно говоря, я вам скажу, что мне сейчас в голову ничего не приходит, от слова совсем, вот, я не знаю, это, конечно, не добавляет оптимизма, и так далее, вот, но сдаваться мы не собираемся, все же как-то находили выход, и мы тоже будем его искать, вот, и в таком жутком положении оказалось очень много людей, очень много, кстати, еще по поводу статистики, что забыла сказать, да, значит, по всему миру трындят, что здесь вдолбанных 5 чем-то, да, миллионов, на самом деле, 5 чем-то получили первую порцию ядовкалывания, а 3,5 миллиона получили 2, вот, так что, просто вы понимаете, что там, где много лжи, там преследуются какие-то преступные цели, так вот, я к вам обращаюсь, взывая к здравому уму, к здравому смыслу, да, почему так много лжи вокруг всего этого, почему так много подавлений, почему так много навязываний, почему над людьми так издеваются, лишая их куска хлеба и возможности жить, почему вводятся нацистские правила, причем такие странные правила, то есть на улице вы длинномордник, да, а вот потому что там Мишка не гуляет вот на улице, как только вы заходите в супермаркет, она такая, хобана, вот она я здесь, а ну быстро все в намордники вделись, вот так она работает, странно вы понимаете, что касается концертов, вот ты хочешь пойти на концерт, да, и вот туда идут обдолбыши и трезвомыслящие, здравомыслящие люди, да, и вот все сидят у намордников, но здравомыслящие зачем-то должны сделать себе палку-ковырялку, прежде чем они пойдут на концерт, вот, и такая, почему, потому что там Мишка падав за каулки сидит и прям поджидает всех здравомыслящих, чтобы эти здравомыслящие потом передали гадость этим, вдолбаным, понимаете, так зачем вы вдолбались, если вы нас боитесь-то, логика где, ребята, где, то есть когда мы на улице вот так вот друг с другом сходим, мы не, мы Мишку, Панду друг другу из ручек в ручки не передаем, как только мы заходим в помещение, все, Мишка такая приходит, говорит, оба-на, от самолета летел, колеса терлись, а вы же не сдали нас, а мы же приперлись, как-то так она работает, да, лох-демия, понимаете, или не понимаете, я, конечно, сейчас улыбаюсь, веселюсь, но я сейчас выключу камеру, вот реально, я не знаю, что делать, не, конечно, мы пойдем к адвокату, конечно, мы будем искать возможности заплатить этому адвокату, конечно, мы будем, чем это закончится, кстати, адвокат говорит, мы с таким столкнулись первый раз, мы не знаем, чем дело кончится, кстати, Аленочка, которая, если бы видели Алену, метр с кепкой в прыжке, да, скромная такая вся, да, тем не менее, оказалась бойцом, она работала в сети супермаркетов, да, и суперсаль, я туда больше не хожу, туда я больше не ездец, карету мне карету, да, вот, и ей тоже ее отправили в халат, и сейчас она добивается через национальное страхование, чтобы ей что-то платили, вот, ей народ собрал деньги на то, чтобы она пошла, подала в верховную инстанцию, то есть ей как на работе сказали, как только ты согласишься принимать нацистские правила, мы тебя тут же возьмем обратно, моментально, то есть мы тебя не уволили, мы тебе дали время на раздумья за свой счет, хочешь месяц, хочешь два, хочешь три, то, что ей нужно кушать, то, что ей нужно, кормить дитё, то, что ей нужно обеспечивать квартиру и так далее, всем плевать, как только ты примешь наши нацистские условия, мы тебя тут же возьмем, чтобы ты продолжала рабски работать, платить налоги, нам, которые принимают решение, издеваться над тобой, ты за копейки, ты за копейки, из этих копеек ты платишь налоги, чтобы мы там наверху принимали решение, как тебя еще унизить и добить, вот, и она пошла в богатство, богатство это высшая инстанция, то есть после варварского суда на дне, она подала в суд, значит, нацистский судья присудил ей, выплатить еще 2000 штрафа, компенсации, тем негодяям, которые заставляют ее, либо ковыряться, либо обдолбаться, понимаете, то есть ей еще, ее незаконно отправили за свой счет, лишив ее средств существования, за это они с нее потребовали 2000 шекелей, благо за сутки ей собрали эти 2000 шекелей, а дальше для того, чтобы подать из богатства, ей нужно было 16000 шекелей, и ей скидывались люди, да, на то, чтобы она смогла подать ей, вот тишина, да, подали в богатство, подали апелляцию, пока тишина, пока мы не знаем, чем это закончится, вот, мы будем действовать так же, как вы, смотрите, на первый взнос нам нужно 8000 шекелей на адвоката, мы будем где-то их искать, и я не знаю, чем закончится этот суд, вот, если они примут решение, что мы еще что-то должны рамбаму, естественно, нам нужно будет искать деньги и заплатить рамбаму, и дальше двигаться, подавать в богат, что это намного дороже, но тем не менее, сдаваться мы не собираемся, я не знаю, как мы будем это делать, но, знаете, человеческое существо, оно такое, что оно выкрутится все время, вот, и мы будем выкручиваться, но принимать нацистские условия, если так сложить, вот, если бы все, так как мы, пошли защищать свои права, нас бы так не навязывали, но люди под давлением начинают сдаваться и идти вдалбываться, кстати, с Лешей до конца стоял еще парень-араб, вот, он согласился на их варварские условия для того, чтобы удержаться, то есть он тоже пошел к адвокату, в ЭЗ, и он понял, что сражаться бесполезно, как большинство решило, да, ведь большинство обдолбышей, они же ведь пошли не потому, что очень хотели защитить свое тело от страшной, ужасной мишки, да, а именно потому, что их лишали заработка, и мужики, боясь не прокормить семью, просто шли и это делали, насилие над собой, вот, то есть практически людей изнасиловали, вот, и в моральном смысле, и физически тоже, вот, и, так вот, араб, который был с Лешей, он сдался, он принял их условия, и Леша в коллективе, в своем, он последний из магикан, он единственный из всего коллектива, который не сдался, вот, и пошел до конца, вот, и, конечно, его начальник жилет, потому что он там был на хорошем счету, он очень многим за него, он был не просто, непростой рабочек, он еще был немножечко начальник, да, вот, Рош Цевет, я не знаю, как это сказать, начальник, как, я не знаю, Китсур, я не знаю, как это перевести, Рош Цевет, я не знаю, как перевести, глава коллектива, как-то так, вот, и Леша, когда уходил, он говорит, смотри, вот те бумаги, которые я здесь записывал, чтобы тебе было удобнее работать, он сдал их начальнику, и говорит, если тебе нужна будет помощь, позвони, я приду, начальник говорит, я знаю, что если я позвоню, ты придешь и поможешь, вот так они расстались, и, конечно же, начальник ждет, что Леша вернется, и начальник понимает, что он ничего не может с этим сделать, и я сегодня слышала их разговор, начальник, он тоже в растерянном таком, с растерянностью он говорил, да, это очень грустно, и очень печально, я скажу, в советские времена Леша висел бы на доске почетов, как перспективный, человек ни разу не опоздал, ни разу не прогулял, надо оставаться больше, он оставался больше, надо работать две смены, он будет работать две смены, то есть, не к чему прицепиться, за 10 лет работы ни разу никаких нарушений от слова совсем, то есть, в советские времена доска почета, понимаете, и премия, вот, и кроме того, новаторские идеи, которые он там ввел, да, то есть, рационализаторские всякие, сделал седр, то есть, порядок там и так далее, облегчил работу, вот, и вот так вот, понимаете, нацистское правительство решило, что он там, ты не принимаешь правила нашей игры, значит, мы желаем счастья, вам счастья в этом мире, и вот что, понимаете, то есть, мы сидим в тачдауне просто, сейчас я, конечно, улыбаюсь, и так далее, ну, потому что, срамся, ну, не сдамся, а, чтобы вы знали, что у меня в душе, то есть, сказать смятение, не совсем точное слово, сказать растеря, напуганно, вот сейчас я напугана, а как вы знаете, как я не раз говорила, что в мире нет бойца сильнее, чем напуганные евреи, это во-первых, а во-вторых, я знаю, что, все, что случается, это случается во благо нам, я только вот пока не могу понять, какое из этого благо, я приблизительно представляю себе, какое будет благо, но, очень больно идти к этому благо, честно говоря, вот, это маленькая история по ситуации, о которой в мире не говорят, как на самом деле прессуют здравомыслящих израильтян, и как израильтяне мужественно отстаивают свои права, теряя все, теряя работу, на которой работал много лет, теряя доход, теряя уверенность в завтрашнем дне, потому что он был в Эдме Дина Кавуа, как бы, да, он получил Квюд, то есть он был государственный служащий, стабильный, как бы, Квюд Кавуа, постоянный, да, вот, со всеми условиями хорошими, соцпакетом хорошим и так далее, он решился этого в одночасти, только потому, что он отказался идти на поводу у фашизма и у нацизма, вот и все, я вам скажу, для такого решения, ребята, нужны яйца, проще сдаться, проще вот сказать, да, ковыряйте мне раз в неделю, хрен с ним, это называется сдаться, вот, так что, все, кто попадает в такую ситуацию, пожалуйста, обращайтесь ко мне, есть адвокаты, которые этим занимаются, если вы готовы идти до конца, если вы готовы рисковать, потому что, честно говоря, адвокаты тоже в первый раз в такой ситуации, они пишут апелляции, они подают иски и так далее, какие-то маленькие победы есть, конечно, вот, но никто не может предугадать точного исхода, то есть, есть вероятность, что вы можете потратить время и деньги, и здоровье, да, и остаться ни с чем, вот, тоже такая вероятность, мы это рассматриваем тоже, вот, то есть, дальше я буду вам рассказывать, как продвигаются события, вот, если не на этом канале, то на другом, еще раз я прошу вас очень подписаться, потому что ролик, вот этот 30 минут, да, он будет сейчас загружаться, у меня 4,5 часа, прямые эфиры не оставляют в памяти телефона ничего, не загружают памяти, и также они сразу выходят в эфир и сразу остаются на канале, и я прошу вашей помощи хотя бы в этом, да, что дайте мне возможность говорить, не загружая телефон и так далее, вот, вот такие вот новостя у нас в семье, вот такие новостя у нас в стране, вот, я дала писчу для размышления для тех, кто сомневается в том, что наше правительство нас на самом деле спасает непонятно от чего, вот, включайте логику, ищите информацию, также те, кто хочет получать информацию из не зомбоисточников, да, а из независимых источников, то есть независимые врачи, независимые от фашистского государства, адвокаты, независимые журналисты и так далее, которые ведут свое расследование, также из прямого источника с сайта, где люди оставляют, да, свои данные, что с ними произошло после яда, вот, вступайте в мою группу, которая называется здраво-мыслящие, забиваете в телеграме, вот, и вы находите мою группу, естественно, я там тоже есть, если у вас есть личные вопросы, вы можете обращаться ко мне напрямую, вот, и в ватсапе меня нет вообще, то есть ватсап я удалила полностью, первая из причин, это потому, что за ним следят, за ватсапом, вторая из причин, потому что там высвечивается мой личный телефон, и всякие долбоящеры ко мне звонили, выносили мне мозги, третья причина, люди, я понимаю, что они с открытым сердцем, с хорошими пожеланиями, но каждое утро открывала картинки, смайлики, сердечки, это так жутко грузило память, потом сидеть по 3-4 часа ее вычищать, или какие-то нахер ненужные ролики мне пересылали, нахрен ненужные какие-то статьи пересылали, с требованием, чтобы я это посмотрела обязательно, люди не понимают, сколько информации на меня падает каждый день, и я не могу технически и физически просмотреть эти все, блин, ролики, да, и кроме того, это грузило телефон, и как сказал мой Леша, ватсап очень недружелюдный, то есть, например, если ко мне в телеграм-канал заходят, то есть видно с самого начала создания группы, о чем мы говорили, о чем мы писали, всякие ссылки и так далее, когда заходишь ватсап, ау, здесь есть живые люди, то есть ничего не видно, не слышно, очень недружелюбная связь, вот, поэтому ватсапа у меня больше нету, можно писать ко мне сообщения личные, можно также найти меня в здраво-мыслящие, это моя группа, вот, все, ребята, вот таких вот новостей, вот на этом я заканчиваю, на всякий случай я прощаюсь с этим каналом, вот, резервный канал называется Сура Смолер английскими буквами, Сура Смолер 3, следующий канал, если сольют, и следующий будет Сура Смолер 5, я не люблю четные числа, поэтому я буду называться нечестными, будет Сура Смолер 7, 9, там, и так далее, вот, зао, ребята, вот, все, туда раба, шалом, яба-бай.